Уважаемый Игорь Викторович, в настоящее время Кировский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении экс-сотрудника прокуратуры Саратовской области Владислава Иванцова. Он обвиняется в покушении на хищение денежных средств у тироты Шухалиной Патласовой Виктории, интерес, который я, адвокат Дмитрий Сдомников, представляю в судебном процессе. Обращаю ваше внимание, что до передачи уголовного дела в суд вокруг материала сложилась нездоровая в правом смысле ситуация. Первоначально указанное уголовное дело возбуждено было по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако, последствия были перекрафицированы на часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть менее тяжкое преступление. Его направили в суд с ходатайством рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства. Однако, благодаря публичному обращению моей доверительницы к вам, гособвинение высказалось против упрощенного порядка судопроизводства, хотя все указывало на то, что Иванцову хотят намеренно смягчить наказание. Но сейчас по-прежнему актуальным остается вопрос о квалификации действий подсудимого. Поэтому представители потерпевшей пытались доказать в судебном следствии, что Иванцов был уволен из органов прокуратуры задним числом. Это могло быть сделано для того, чтобы на момент совершения преступления он уже считался бывшим сотрудником и своим преступлением не бросил тень на свое руководство. На это, в частности, указывает содержащийся в уголовном деле его первый опрос после задержания, в котором он сообщает, что уволился из прокуратуры 18 октября прошлого года. То есть начал реализацию преступного умысла и стал похищать денежные следства моей доверительницы, еще считаясь действующим сотрудником прокуратуры. Но по официальным документам в должности он освобожден 28 сентября прошлого года. То же он показал при последующих допросах, в том числе и в суде. С учетом этого в ходе судебного заседания по ходатайству странной потерпевшей к Киевским районным судам прокуратурой области был направлен запрос о представлении в суд личного дела Иванцова с подлинниками документов, касающихся его увольнения. Однако письмом прокуратуры области представление личного дела суду отказано. Ведомство сослалось на невозможность распространения персональных данных бывшего сотрудника, а также на пункт 3.21 инструкции по учету кадров прокурорских работников, утвержденной приказом Генпрокуратуры. Полагаю, что такой отказ не только незаконен, но и является попыткой воспрепятствования правосудию, издевательства над ним. По моему мнению, он также может свидетельствовать о желании руководства прокуратуры Саратской области сокрыть совершение преступления своим действующим сотрудникам, что само по себе тоже может образовывать состав должностного преступления. Поэтому я обращаюсь к вам, Игорь Викторович, с просьбой разобраться в ситуации, которая характеризуется явными попытками прокуратуры в области свести наказание Иванцова к минимуму. Прошу вас также инициировать служебную проверку обстоятельств увольнения подсудимого, вплоть до изучения экспертизы подлинников приказов о его увольнении, на предмет соответствия дат их составления и анализа денежных расчетов при увольнении бывшего сотрудника прокуратуры Иванцова. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.